Авиация Авиация – это один из видов вооруженных сил. Она может применяться самостоятельно, а также совместно с другими родами войск – артиллерии, танковые войска, мотострелковые войска, воздушно-десантные войска и т.д. Сегодня я расскажу про авиацию с новыми интересными фактами. Российская пропаганда называет Российско-Чеченскую войну – войну чеченской, а говоря на их языке – чеченская война. Да, именно, чтобы переложить ответственность за все происходящее на чеченцев. Мол, там чеченцы между собой разбирались, они там виноваты, они должны нести ответственность. Было даже такое, что российские генералы, российские политики, чиновники, российские средства массовой информации открыто врали, говоря, опять же, на их языке. Авиация Российской Федерации не применялась на территории Чечни. Так вот, авиация предназначена для того, чтобы применять ее в войне, нападая или обороняясь, против армий и государств и больших стран. Поэтому с нами воевали как с отдельной вражеской страной. Следовательно, называть эту войну нужно Российско-Чеченской. Вспомните, как российские политики и генералы говорили, все чеченцы террористы, начиная с 16 до 65 лет. На Чечню нужно сбросить ядерную бомбу, их нужно всех выслать и истребить. Мы установим русский мир на их земле и так далее и тому подобное. Военная авиация делится по родам на бомбардировочную, ракетоносную, истребительно-бомбардировочную, истребительную, штурмовую, разведывательную, противолодочную, военно-транспортную и специальную. Знаете, из этого списка не применялась только противолодочная. У нас нет моря и крупных рек, следовательно, нет кораблей и подводных лодок. Ранее я рассказывал про то, как и когда Российская Федерация начала применять авиацию на территории Чеченской Республики Ичкерия. Повторюсь, Россия применяет авиацию с лета-осени 1994 года. Россия всегда отрицала применение боевой авиации на территории Чеченской Республики Ичкерия до декабря 1994 года. Вот российская официальная статистика, но, как обычно, занижена. С 29 ноября 1994 года по 14 сентября 1996 года, то есть два года, всего выполнено 17 241 самолета-вылетов. Израсходовано 35 041 авиабомб. Но нужно еще напомнить, что после затишья с 1996 по 1999 год, когда они готовились к новой агрессии, Россия совершила очередное вторжение на территорию Чеченской Республики Ичкерия в 1999 году. Российская авиация стала наносить более массовые удары по оккупированной территории. Удары наносились по всему, что передвигалось по городам и селам, больницам, школам, родильным домам. В основном гибли мирные жители. Удары наносились по травмным мероприятиям, даже по кладбищам. Люди боялись хоронить своих близких в дневное время. Летчики старались наносить удары по скоплениям людей, как это было в городе Шали. И российские летчики тогда сбросили кассетные бомбы, как называют их чаще шариковые бомбы, на авторынок, на базар и больницу в центре города Шали. Было убито около 200 человек. Я получил некоторые видеозаписи, где четко видно, как российский летчик прицельно наносит ракетные удары по домам Урус-Мартане, а также стреляет по кладбищу. Хотя видно, что каких-либо баз там нет, тем более чеченцы никогда не будут рыть окопы или базироваться возле кладбища. Российский летчик наносит ракетный удар по Урус-Мартану. Как видно на этой записи, вокруг лишь жилые дома, никаких военных объектов. Так это место выглядит на карте. Другой момент. Здесь тот же летчик наносит ракетный удар по кладбищу. Кстати, на территории этого кладбища находится могила Денис-Шейха Эрсанова. И некоторая часть чеченцев считает его религиозным наставником, то есть устазом. А место его захоронения считается святым местом для его мюридов, его последователей. В горных районах республики обстрелы кладбищ носили более массовый характер. Вот так выглядит это место на карте. Отстреляв весь боезапас, самолет Су-25 возвращается на аэродром в город Моздок. После этих и таких ударов по российским теленовостям обычно передавали об уничтожении очередной базы чеченских боевиков. Но никогда о гибели мирных жителей. Еще в начале Первой Российско-Чеченской войны первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев отправил телеграмму главкому вооруженных ВВС России Деникину, поздравляя с победой в воздухе, встретимся на земле. Почувствовав безнаказанность, когда чеченская сторона не имела в наличии средства противовоздушной обороны и тем более своей авиации, российские летчики, а также сухопутные войска и другие образования, как ФСБ, ГРУ, ОМОН, МВД, продолжало совершать планомерное убийство чеченского народа. У меня есть данные российских самолетов, которые наносили ракетно-бомовые удары в тот день в городе Урус-Мартан. И будет интересно, и важно узнать в будущем виновников преступлений против чеченского народа. Ведь преступление не имеет срока давности. Продолжение следует...